Последние 12 лет Алексей Семенов возглавлял управление Министерства по налогам и сборам в Камчатской области и Корягском автономном округе. Давая оценку работе своего ведомства, Семенов отметил, что налоговые поступления, в том числе и в бюджеты муниципалитетов, в районах края в этом году уже увеличились на 10%. Задачи, как и темпы развития экономического Краснодарского края, достаточно амбициозные. Мы дали темп прироста к прошлому году 12,7%. И вообще налоговое поступление у нас в первом полугодии, если взять консолидированные бюджеты Южного федерального округа, то Краснодарский край весит там более 40% и стремится к 50%. Губернатор отметил хорошее взаимодействие налоговой службы и региональных властей. В числе приоритетных задач Александр Ткачев назвал сотрудничество в сфере борьбы с теми, кто уклоняется от уплаты налогов. Очень волнует то, что, к сожалению, у нас есть лавкачи, которые, в общем-то, занимают ту нишу теневого бизнеса. И с каждым годом мы уменьшаем эту долю, но, тем не менее, она имеет место. Я нацелил бы налоговую службу на то, чтобы все эти используемые возможности нашего бюджета, наши средства были использованы и, конечно, задействованы на все социальные сферы. То, что касается бизнеса, который использует агрессивные схемы оптимизации уплаты налогов или уклонения от налогов, конечно, здесь мы будем прикладывать весь свой ресурс. И, я думаю, здесь нас поддерживают и правоохранительные органы, с которыми мы будем взаимодействовать в этой части. Конечно, налоги платить – это святая обязанность любого предпринимателя, каждого предпринимателя, и в Америке, и в Европе – это злостное нарушение. Кто не платит налоги – это человек нарушивший закон, и там, в общем, последствия очень самые-самые серьезные. И эту культуру платить налоги – это нужно прививать. Алексей Семенов также отметил, что его ведомство в регионе сегодня активно работает над созданием упрощенной процедуры оплаты налога на имущество. В соответствии с установленным сроком граждане обязаны платить его до 1 ноября. Уведомления жители края получат по почте.